772 человека трудоустроены в Талдыкургане с начала года. В планах охватить мерами содействия городским центрам занятости населения еще порядка 4000 безработных. Среди них и по проекту «Серебряный возраст» он охватит трудоустройством людей предпенсионного возраста. Подробнее в материале нашего корреспондента. Проект «Серебряный возраст» предусматривает трудоустройство людей от 60 лет. Он вошел в национальный проект по развитию предпринимательства на ближайшие 4 года, который был утвержден постановлением правительства. Сюда же входит и реализация новых бизнес-идей. Для выдачи безвозмездных грантов из республиканского и местного бюджетов выделено более 63,5 миллионов тенге. Сегодня на обучение 390 человек запланировано. Они проходят переподготовку профессионального обучения. Из бюджета запланировано 104 миллиона 300 тысяч тенге. Обучение начинается с апреля месяца 2022 года. Далее социальное рабочее место. Социальное рабочее место запланировано на 50 человек. Из республиканского бюджета выделено 12 миллионов 704 тысяч тенге. На сегодня направлено 37 человек по организациям. У нас общественная работа. Сейчас запланировано в этом году 606 человек направлять. Выделено из бюджета 385 миллионов тенге. На сегодня 525 человек направлено общественной работой. Продолжается и реализация проекта «Первое рабочее место», для чего было направлено 13 миллионов тенге. 16 из 18 молодых соискателей работы с высшим и средним образованием уже нашли любимое дело. Выпускник Талдыкурганского медицинского колледжа Байбулан Баймолданов работает в стоматологии, где повышает свою квалификацию у опытных коллег. Я год не мог найти работу и обратился в центр занятости. Они направлены по программе «Первое рабочее место» стоматологию «Можентез». Теперь я здесь работаю. У нас коллектив очень дружелюбный. Все врачи знают свою работу отлично. И вот теперь я здесь работаю. Я хочу сказать будущим студентам, если они окончили универ или колледж, если они не могут найти работу, то можно обратиться в центр занятости, и они вам помогут найти работу. Активно продвигает центр занятости населения города Талдыкурган и молодежную практику. В эту программу вошли те, кто имеет образование, но не смог трудоустроиться в течение трех лет. В этом году уже направлены на работу 42 выпускника. Всего на очереди стоит более 200 человек. Халида Саинова после университета поработала в детском саду. Однако вскоре поняла – это не то, о чем она мечтала. Центр занятости предложил работу в детском центре коррекции «Открытый мир». Здесь педагоги работают с ребятишками от двух до девяти лет, с ментальными нарушениями и задержкой психо-речевого развития. Большая услуга в том, что я устроилась через центр занятости на эту профессию, на свою долгожданную. И тут я уже раскрываюсь сама как человек. Мне делают то, чему меня учили, что мне нравится. И вдохновляюсь именно детьми, которые здесь учатся. В этом году после утверждения и согласования с вышестоящими органами в центрах занятости появятся новые направления работы по трудоустройству. Таким образом, планируется существенно снизить дефицит рабочих мест.